Томские разработчики придумали способ проектирования производственного оборудования не на бумаге, а прямо на месте. Они создали специальную компьютерную программу для работы в очках дополненной реальности. Все вместе позволяет моделировать конкретные элементы, например, станков в 3D-формате. Проект уже получил высокую оценку от международных специалистов и региональной власти. Александра Нестеркина на это подробности. Отличие этой модели от обычных очков виртуальной реальности в том, что картинка здесь не перекрывается полностью. Она остается, но при этом дополняется какими-то 3D-моделями. Вот, например, сейчас. Обычный человек увидел бы перед собой стену, а я между тем уже моделирую целую сеть коммуникаций. Проектировщик, по сути, видит все элементы вживую. Может их компоновать, переставлять, менять размеры и убирать. Это не только удобно. Технология позволяет избежать каких-либо неточностей при моделировании и расстановке оборудования. То есть это получается интерактивная 3D-модель, которая позволяет нам сразу на реальном месте видеть, как она будет здесь находиться и может какие-то требуют доработки. В перспективе, говорят разработчики, приложение может использоваться и для обучения персонала. Например, для наглядной демонстрации, как эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать техническую базу объекта. Тем самым специалист может видеть внутреннее устройство, собирать и разбирать оборудование. Мы можем таким образом построить некий виртуальный полигон реального оборудования, по которому человек может ходить, смотреть на значение каждой установки, ее технологические параметры, а также может выполнять какие-то операции. Специальные очки уже получили высокую оценку на Международном форуме атомной энергетики. Да и в целом, как отметили специалисты, томские разработки в области дополненной реальности – проекты довольно интересные и перспективные. Вот это упущение, когда мы узнаем, посещая только компании, это, наверное, неправильно. То есть об этом должны знать не только мы, когда посещаем, а знать потенциально потребители, жители, что есть такие возможности, которые есть в Томске. Было бы правильно, чтобы мы это использовали для томских нужд. Слово о том, что продукция от местных инноваторов должна находить свое применение в регионе, власти говорят уже давно. И даже планируют создать специальный шоурум, где будут собраны разработки исключительно томских IT-компаний. В частности, по таким направлениям, как «Умный город» и «Умный дом». Александра Нестеркина, Антон Сухушин, Вести Томск.